Добрый день! Меня зовут Валентин Хохлов и это очередной выпуск из цикла об истории средних веков. На этот раз давайте поговорим о средневековой экономике и торговле. Эта тема для меня, как для доктора экономических наук, представляет особый интерес, наиболее близка мне профессионально и как ни парадоксально, но найти информацию по ней оказалось сложнее всего, потому что ни у Гизо, ни у Егера этот вопрос практически не освещен. У Лебека сведения достаточно отрывочные и касаются они самого раннего периода. А вот у Легофа много штампов, я бы сказал, вместо фактов. И со многими из его выводов я, например, категорически не согласен. В итоге я взял за основу краткую экономическую историю мира Кэмерона, добавил некоторые фрагменты из Лебека и Легофа, а также попытался раскрыть связь тех или иных наблюдаемых явлений с фактами, которые были представлены в предыдущих выпусках этого цикла. Для затравки процитирую начало третьей главы Кэмерона, поскольку она достаточно хорошо отражает суть этих выпусков. Для предыдущего поколения экономических историков фраза «экономический рост в эпоху Средневековья» показалась бы парадоксальной. Под влиянием авторов Возрождения, которые, восхваляя вновь открытое великолепие классической цивилизации, преуменьшали достижения своих непосредственных путешественников, Средние века долгое время воспринимались как время экономического и культурного застоя. Однако на деле Средневековая Европа переживала расцвет технологического созидания и экономического динамизма. Специфические институты, возникшие в Средние века, служили базой для осуществления экономической деятельности вплоть до недавнего времени. Экономический застои на самом деле более характерен для последних веков существования Римской империи. В самом начале цикла мы убедились, что именно неразумная социально-экономическая политика ее властей в IV-V веках привела к коллапсу. Именно тогда начинается упадок городов. Натуральное хозяйство, которое многими рассматривается как средневековая черта, на самом деле зародилось в последние века Римской империи. К примеру, Сидони Аполлинарий и галористы аристократы его круга уже не жили в городах, они перебрались в свои загородные виллы и обустраивали там хозяйство, которое позволяло обеспечить их семейство всем необходимым. Именно это и было началом натурального хозяйства. Сам комплекс построек виллы впоследствии преобразовался в замок, как мы уже видели. Что же касается виллы как хозяйственной единицы, то она преобразовалась в мансы. Кэмерон много внимания уделяет монореальной системе, не объясняя тех или иных ее аспектов. Но монореальная система на самом деле это действительно основа для сельскохозяйственной экономики средневековой Европы. Давайте попробуем разобраться, почему она возникла и приняла те черты, которые наблюдались. Монореальную систему легко объяснить как раз переходом от виллы к мансам, то есть выделению нескольких земельных наделов, даваемых в условное владение, то есть в аренду или в обработку. Значит ориентаторы, они могли быть или полностью независимые, свободные крестьяне, ну термин вилланы. Его употребляют историки на самом деле по-разному. Некоторые называют вилланами крепостных в виде скорее рабов. Но вот и гизо, и вот я этот термин употреблял в таком виде вилланы, это свободные люди, лично свободные люди, которые могут быть прикреплены к земле на положении колонов, которые существовали и в римское время. А собственно рабы, их называли сервами, от латинского слова сервус, раб. И иногда вот крепостных называют сервами тоже, а крепостное право сервдом. Но это разделение достаточно четкое и его надо очень хорошо понимать. Значит римские колонны, они были прикреплены к земельному наделу. Причем зачастую люди добровольно шли в колонны для того, чтобы их невозможно было оторвать от земли. То есть колонна нельзя было, допустим, как раба продать и с другой стороны нельзя было продать на дел отдельно от колонна. То есть колонн, он был арендатором лично свободным, имеющим все гражданские права. Но при этом он был накрепко привязан к арендуемой им земле и землю можно было продать. И новый владелец должен был работать с тем колоном, который ее арендовал. А колонна, ну нельзя было, ему нельзя было покинуть этот надел. Крепостное право, оно сохранилось примерно на тех же условиях. То есть лично свободные крестьяне. И Гизо приводит факты, что их в королевских грамотах называли, приравнивали к ариманам, то есть лично свободным людям. Но они были привязаны к земле, они не могли с нее уйти. Они должны были ее обрабатывать. То есть за то, что им дали землю в аренду, они должны были взамен нести определенные обязанности. Вот суть этих обязанностей и заключалась в крепостном праве. То есть необходимости обрабатывать эту землю и частично плоды труда, частично сам свой труд предоставлять владельцу земли. А что касается рабов, то есть сервов, это были рабы в том же смысле слова, в котором они были в античности. То есть это были лично не свободные люди, рассматривавшиеся как собственность хозяина. Их можно было дарить, продавать, обменивать, давать им задания. И те крепостные, которых мы видим в российской истории, вот такие классические крепостные 18-го, начала 19-го века, это по факту рабы, это лично не свободные люди, которых можно было там, не знаю, менять на собак, разбивать семьи, пороть на конюшни. То есть это все не имеет отношения, конечно же, к крепостному праву, как оно понималось в Европе. Значит, теперь собственно иллюстрация, которая показывает монореальную систему. Кэмерон выделяет на ней огороженные земли и общинные земли. Ну вот очевидно, что первая представляет собой часть виллы, которую хозяин оставил за собой в собственном пользовании. А вторая это мансы, то есть это наделы, которые выделяются крестьянам-арендаторам. Когда Кэмерон озвучивает феодальный идеал, нет земли без сеньора, нет сеньора без земли. На самом деле это тавтология, потому что общинных земель по сути не существовало. В монореальной системе вся бывшая вилла была в аладиальной или бенефициарной, то есть феодальной собственности сеньора. То есть вся земля была его, а крестьяне были просто арендаторами. Кроме того, крестьяне были также, которые владели аллодами, то есть были полноправными владельцами своей земли. И их еще называли фрихолдерами. Далее Кэмерон пишет. Функция сеньора была защита монора и отправление правосудия. И это легко объяснить, потому что монор это его собственность, это его вилла. И естественно он ее должен защищать как конечный владелец или бенефициарный владелец. И он же определяет правила для своих арендаторов. Следующая его фраза. Крестьяне жили в небольших деревнях под стенами замка или по соседству с ним. И это тоже легко пояснить, потому что замок вырос из укрепленной виллы. Крестьяне-орендаторы жили в собственных домах, но рядом со своей землей, со своими наделами. А они находились в пределах этой же виллы. Поэтому они и селились в этой деревне. Далее Кэмерон пишет, что в идеале на монор приходилась одна деревня. Часто в один монор входило несколько деревень. Это тоже понятно, если вилла большая. Земельные наделы некоторых арендаторов расположены далеко. Зачем им селиться где-то рядом с центром виллы, рядом с замком. Они селились компактно рядом со своими наделами. И тогда возникало несколько деревень в пределах одного монор. Кэмерон также приводит два исключения из монориальной системы. Во-первых, хутора и отдельные фермы, которые были более типичны для северных и холмистых земель, где монориальная система, скажем, хуже приживалась. Это можно объяснить тем, что там, где монор не возник, там земельные наделы были в собственности своих владельцев как фрихолдеров, то есть независимых крестьян. И они, конечно, селились на своих землях. И таким образом создавались индивидуальные фермы или хутора. Во-вторых, стирок Кэмерона в Средиземноморском бассейне, особенно в Южной Франции и на большей части Италии, небольшие квадраты огороженных полей с изолированными строениями, типичные для римских времен, сохранялись на протяжении всего Средневековья. И здесь замечу, что Гизо также указывал, что на юге Франции феодальная система развилась гораздо слабее, чем на севере. А многие ладиальные владельцы сохранили свои наделы еще с римских времен. И это объясняет также и цитату Кэмерона. То есть эти вот наделы, эти земельные участки, которые сохранялись еще с римских времен в аладеальной собственности владельцев, вот скорее всего и были теми полями и с изолированными строениями. А изолированные строения, естественно, дома их владельцев, о чем пишет Кэмерон. Таким образом мы видим, что структура хозяйственных отношений в сельской местности была очень простой и логичной. Она основывалась на приватно-правовых механизмах, правах собственности и отношениях аренды. На самом деле это было продолжение римских традиций, потому что мы видим и виллы, и колонны. Это все зародилось еще в ее последние века. Теперь давайте посмотрим, какие технологические инновации принесло в Средневековье и как они повлияли на экономический рост. Ну, в принципе, мы их все уже перечисляли ранее. Во-первых, это тяжелый плуг, благодаря которому стало возможно земледелие на глинистых и суглинных землях северо-западной Европы. Римляне не знали такого плуга, потому что песчаные и гравийные земли Средиземноморья не требовали такой глубокой обработки. Во-вторых, это новая упряжь, хомут и подкова, что позволило использовать лошадей. Они работают примерно на 50% быстрее валов, на которых пахали до того. В-третьих, это переход на трехпольную систему, которая перешел во Франции в конце 8-го, в начале 9-го века. Даже к середине 9-го века распространился на всю северо-западную Европу. Кэмерон пишет, что двупольная система, которую использовали римляне, адаптирована к средиземноморским условиям, где почвы более сухие и быстрее истощаются. На севере, в более влажном климате, не требовалось оставлять землю под паром через год. Можно было это делать лишь один раз в три года. Соответственно, одна треть пашень оставалась под паром, одна треть засевалась яровыми, а одна треть озимыми. И в итоге, по расчетам Кэмерона, производительность труда в сельском хозяйстве возросла примерно на 50%. Был снижен риск неурожая и существенно расширен ареал пахотных земель. Если последние века существования Западной Римской империи речь шла об упадке городов, запустении сельской местности, об ветшании дорожной инфраструктуры, и самый низкий уровень этого был достигнут где-то в середине 7 века, то с 9 века мы наблюдаем активную распашку новых земель, вырубку лесов под пашни, осушение болот и, конечно же, бурный рост городов. Ну, вернее, бурный рост городов мы наблюдаем, начиная с 11 века, хотя вот те вещи, о которых я только что сказал, они появились ранее, и они как раз и привели к бурному росту городов. То есть распашка новых земель, вырубка лесов и так далее. Другие улучшения в сельском хозяйстве средних веков – это появление новых культур. В первую очередь это рожь и овес, которые не были распространены в античности. А также более широкое распространение бобов, гороха, чечевицы. Мусульманское завоевание Испании и Сицилии привело к тому, что в Европу оттуда пришли такие новые культуры, как хлопок, сахарный тростник, цитрусовый и даже рис. Севернее Альп, где условия для выращивания оливы и винограда не столь благоприятны, как в Средиземноморье, стали выращивать рапс для производства масла и хмель для пивоварения. По всей видимости, в средние века гораздо активнее, чем в античности, выводили новые породы животных и сорта сельскохозяйственных растений. Если мы говорим о промышленности, то, конечно же, она в средние века уступает сельскому хозяйству по ее вкладу в экономику. Но ее доля неуклонно растет, где-то начиная с тысячного года. Конечно, можно было и в темные века говорить о некотором росте, прогрессе в технологии. Прежде всего, однако, мы наблюдали регрессивные тенденции. Регрессивные тенденции и промышленности, и, в первую очередь, сокращение торговли, которая так и не восстановилась в полном объеме. Но по уровню технологии промышленности высокая Средневековье уже, значительно превосходит ривские времена. Главная отрасль средневековой промышленности – это текстильная. И производительность труда в ней в высоком Средневековье превзошла римские времена благодаря трем новшествам. Это педальный станок, предельное колесо и водяная мельница. Кстати говоря, в Средние века можно было вполне назвать эпохой мельниц. Именно тогда изобрели ветряную мельницу. А водяная мельница, хотя она была известна в античности, но не пользовалась в те времена популярностью. Вот Кеверон пишет, что император Веспасиан в первом веке нашей эры запретил использование водяного колеса из боязни спровоцировать беззаботницу. А я скажу, что Веспасиан на самом деле был одним из наиболее парагматичных и разумных императоров своего времени. Но сами идеи ограничить те или иные технологические новшества из-за боязни нежелательных социальных последствий возникали и поныне. И в поздние времена, и поныне они существуют. Вот, например, начало 19 века. Движение луддитов в Великобритании. Это люди, которые громили машины и станки. Почему? Потому что они боялись, что машины заберут их работу. Они действительно сделали многие, то, что называется manual workers, то есть люди ручного труда, они их сделали ненужными, потому что одна машина там заменяла десяток таких рабочих. И люди боялись за свои рабочие места. Разбивали машины, но на самом деле технический прогресс не остановить. В конце концов, промышленная революция победила, но были созданы новые рабочие места, которых не существовало до 19 века. То же самое говорят и теперь, боясь роботов, что роботы вытеснят людей из промышленности и будет большая безработица. Это чушь полная с точки зрения экономики. Это было доказано в истории многократно. Да, многие люди теряют работу, потому что их специальности перестают быть актуальными. Их ручной труд вытесняют машины или автоматизация. Но возникают новые рабочие места. То есть, например, в 20 веке очень была распространена профессия машинистки. Люди, которые печатали на машинках. Сейчас никто не печатает на машинках. Эта профессия пропала. Но появились другие профессии для офисных работников, которых стало ничуть не меньше. В итоге, никакие попытки остановить технический прогресс, с административными рычагами, не приводят к успеху. Единственное, к чему они могут привести, это к отсталости и кризису стран, которые вводят эти ограничения. Взять хотя бы пример Китая. Очень развитая цивилизация, которая сделала много инноваций, замерила многие вещи ранее, чем Европа. Но к чему пришел Китай в 18-19 веке? Отсталая страна, которую легко покорили европейцы в 19 веке. Мы не знаем, когда именно, допустим, водяные мельницы распространились в Европе. Но то, что в античности они не получили распространения, это точно. И это, кстати говоря, очень большая проблема для античности. А то, что они распространились в Европе в темные века, это факт, потому что в 1086 году, когда Вильгельм Завоеватель устроил в покоренной Англии перепись, чтобы понять, какими же ресурсами располагает его новое королевство, то там насчиталось 5624 водяные мельницы. И это при том, что Англия до завоевания норманами была на периферии тогдашней Европы. Она была, можно даже сказать, отсталой страной. Но посмотрите, сколько там уже к тому времени было водяных мельниц. И, кстати говоря, водяные мельницы, кроме всего того, что они сделали для развития промышленности, собственно, и технологии, они еще привели к существенному прогрессу знаний в области механики. И произошел прорыв в смежной области в производстве часов. Вторая отрасль промышленности, которая в средние века достигла необычайного прогресса, это строительство. Ну, средневековой архитектуре был посвящен отдельный выпуск, мы говорили об этом много. Очевидно, что после 1000 года успехи в этой отрасли значительно превзошли античный уровень. Третья отрасль, которую стоит упомянуть, это кузнечное дело и металлургия вообще. В античности мы не так часто встречаем железо, больше было меди, бронзы, олова, свинца. А вот смещение основного ареала европейской цивилизации на север привело к тому, что стали более доступны те области, где были большие запасы железной руды и древесного угля. Кроме того, водяные мельницы стали использоваться для приведения в движение кузнечных мехов и больших молотов. А к концу высокого средневековья можно уже говорить о появлении прообразов доменных печей. Спрос на железные предметы и орудия труда, такие как подковы, косы, элементы, упряжи, плуги, разумеется, вооружение приводит к тому, что кузнец был в каждом замке и во многих селах. А лучшим доказательством популярности кузнечного дела Кэмерон считает распространенность фамилий Смит и Шмидт. Что значит кузнец? По-английски и по-немецки. Ну, кстати говоря, тоже можно сказать в России распространение фамилии Кузнецов, а в Украине распространение фамилии Коваленко. Легов в цивилизации средневекового запада высказывает мнение о редкости железа в средние века. Он приводит отдельные фразы святого Бернара, последнего ламгебарского короля Дезидерия, отрывки из карлинских текстов, но это все раннее средневековье. И эти цитаты отражают редкость железных предметов, доставшихся еще со времен античности. Тогда как, начиная с 9-10 века, по всей видимости, проблем с железом уже не было. Легов так и не нашел никаких цитат в оправдании своей гипотезы, начиная вот с 10 века. И, напротив, он пишет о том, что в конце 13 века в Штирии, а затем в Еже, появляются плавильные печи с мехами, которые приводятся в действие энергии воды. А в 14 веке в Европе начинают применять артиллерию, что, конечно же, невозможно без существенного прогресса в металлургии. Далее. В высоком средневековье развивается множество новых отраслей промышленности, о чем мы можем судить благодаря такому феномену городской жизни этого периода, как гильдии и цеха. Городское производство того времени было ремесленным, и по номенклатуре гильдии и цехов можно судить о развитии тех или иных видов ремесла. А в знаменитой книге «Ремесел Парижа», изданной в 1268 году парижским прыво Этьеном Буалё, проводится как минимум 96 городских ремесел, среди них ювелиры, резчики по камню, кристаллам, янтарю, пекарей и пивовары, рыбаки и маслоделы, кузнецы, изготовители замков, ножей, различные мелкие железные утвари, жестянщики, изготовители ламп и иголок, ткачи, разнообразные портные, сапожники, кожевеники, плотники, строители, стеклодувы, наконец, врачи и множество видов торговцев. К торговцам там относились, прежде всего, владельцы различных магазинов и таверн. То есть, это розничная торговля. Но для нас она не представляет такого интереса, как международная оптовая торговля. Легов пишет, что техника торговых и финансовых сделок представляется даже для средних веков одной из самых неразвитых. Наиболее важная операция – обмен. Ограничивалось обменом вещей из рук в руки. Далее он рассказывает мысль о том, что экономический подъем в средневековой Европе, датируемый XI-XII веками, был лишь результатом демографического роста. Как вы уже могли неоднократно видеть, в этом цикле я высказываю диаметрально противоположную мысль о том, что демографический рост равен, как и рост урбанизации и внешняя экспансия в виде крестовых походов. Это все было вызвано экономическим ростом, который начался в XVI веке и продолжался до середины XIV века. Давайте опровергнем первый тезис Левофа о неразвитности торговых и финансовых сделок, а для этого рассмотрим прогресс торговли в средние века. Ну, прежде всего, я соглашусь с тем, что, конечно же, какой-то регресс в торговле в средние века, в раннем средневековье, по сравнению с античностью, был. Но это был длительный процесс, и он вызывался скорее упадком Римской империи, а не завоеваниями варваров. И даже напротив, мы говорили о жизни общества в VI веке как о довольно успешном продолжении римских традиций. Вот для Марселя это был век наивысшего расцвета в первом тысячелетии, и город стал крупнейшим торговым центром Средиземноморья. В нем были построены новые каменные пристани. Арабское завоевание Сирии, а затем Египта, Северной Африки и Иберийского полуострова намесло наиболее тяжелый удар по торговле для христианского мира. Хотя я бы скорее говорил о переориентации торговли на мусульманский мир. То есть торговля в Средиземном море не исчезла, просто в христианском мире она сократилась, а в мусульманском она выросла. И вот лишь норманские завоевания Южной Италии, усиления флотов государств в Северной Италии, таких как Венеция и Гена и Писа, изменили баланс в Средиземном море. И поэтому мы в Высоком Средневековье видим обратную ситуацию, когда торговля в христианском мире развивается и растет, а в мусульманском мире наоборот падает. Потому что просто торговые пути вернулись под контроль христиан. С другой стороны, мало кто говорит о развитии торговли в раннем Средневековье на севере Европы, которая в античное время вообще не существовала. Вот в книге Лимбека я впервые услышал о таком порте, как Кентовик. Это на самом северо-востоке нынешней Франции. Либек говорит о нем как о центре торговли с английскими королевствами в мировинкское время. Этот город возник, видимо, в начале VI века и просуществовал до конца IX или начала X века. Бета Достопочтенный упоминает о нем в пассаже, посвященном посольству 668 года, которое король Кента Эгберт отправил к франкам. В каролинскую эпоху Кентовик процветал как основной порт торговли на Северном море. И так нам известны Даниэ Пипина Короткого, отчеканенные в этом городе. Вторым по значимости портом там был Дорестад. Это нынешние Нидерланды. И, по-видимому, там тогда проходило судоходное русло Рейна. Известна поэма Алквина, в которой упоминается этот город, который процветал с VII по середину IX века. Для таких городов, как Кентовик и Дорестад, даже есть специальный термин Эмпориум или Эмпорий, которым называют торговое поселение на севере Европы между VI и X веками. Некоторые из них имели в названии суффикс вик или вич. И вот если торговля на Западе была в руках фризов во многом, то на востоке господствовали викинги. У данных крупным эмпорием был Хедрю. В настоящее время это самый север Германии. Город был основан около 770 года и просуществовал до 1666 года. На территории Норвегии, недалеко от Осла, был эмпорий Каупанг, основанный около 780 года и заброшенный в X веке. В 750 году, недалеко от нынешнего Стокгольма, был основан город Бирка, который просуществовал до 975 года и был крупнейшим центром торговли между Скандинавией и славянскими землями, а также Константинополем. Если упадок восточных эмпорий, судя по всему, связан с концом эры викингов, то Кентовик и Дорестад, сами же викинги, в середине IX века страшно и разграбили, от чего эти города так и не оправились. Кентовик уступил место городу Сент-Омер, о котором в начале высокого средневековья, вот мы говорили, что он был одним из 10 крупнейших городов Франции, хотя сейчас он совсем незначителен. А Дорестад уступил место городам Девентер и Тил, о которых вы вряд ли тоже слышали. Таким образом, мы видим, что в темные века торговля не замерла, а на севере Европы даже развилась. И тем не менее, когда Легов говорит о возрождении Европы, о возрождении активности в торговле в XII веке, то часть правды в этих словах есть. Христианская торговля на Средиземном море возродилась и активизировалась, но не в XII, а с самого начала XI века. Благодаря тому, что короли Арелата, а зачем норманны потеснили там Сарацин, мы наблюдаем бурное развитие таких торговых государств, как Генуа и Пиза в Лигурийском море, ну а на Адриатике восходит звезда Венеции. Сицилийское графство, а затем королевство с конца XI века начинает играть роль важного торгового центра Средиземном море, а с XII века усиливается влияние королевства Арагон, которое покоряет Майорку и контролирует Прованс. Тем не менее, я считаю, что развитие торговли обслужено в первую очередь не военно-политическими, а экономическими успехами. Они позволили накапливать излишки продукции для обмена, что вызывало рост торговли, а более эффективное распределение ресурсов давало возможность помимо текущего потребления делать сбережения, что в свою очередь вызвало появление банков и финансовых инструментов, которых не знала античность. Но об этом давайте мы поговорим тогда уже в следующем выпуске, завершим обзор развития торговли и экономического развития. Я благодарю вас за внимание. до свидания. До свидания.